Приветствую вас! Конечно, мало информации вы предоставили для анализа, хотелось бы больше, потому что в таких вопросах, в вопросах деловых отношений, всегда есть очень много нюансов, на которые вы, может быть, внимания не обратили, вот. И, соответственно, их сами не написали, а если бы вы что-то рассказывали, если бы вы что-то говорили, то, ну, в диалоге, я имею в виду, то можно было бы вам задать вопрос, и через вопрос вам можно было бы уже, собственно, ответить на то, что вы спрашиваете. Но, тем не менее, та информация, которая есть, в соответствии, содержится в себе отчасти то, что нужно, поэтому я беру, я буду опираться исключительно на нее. Заведомо прошу простить, если мои выводы покажутся вам странными, непонятными, глупыми, иллюзорными и так далее. Значит, смотрите, давайте посмотрим на переломный момент, да, то есть когда все стало по-другому быть, когда все изменилось. Значит, так, вы пишите, а в апреле у меня был отпуск, а я вернулась, и владелец фирмы вообще перестал со мной здороваться. Значит, до этого вам говорил про отсутствие финансов не сам начальник, а его директор. И я не увидел, если честно, подобного ответа у своих коллег, да, и потому я говорю, что ваш начальник почувствовал себя дискредитированным, по факту. То есть он, видимо, не мог, видя ваш энтузиазм и видя ваше желание работать, вот это все, он не мог сам сказать вам, что извини, там, как бы денег нет, да, вот, и так далее. А директор, видимо, ему, вашему начальнику, ну, скажем так, сделал замечание, да, сделал штык. И, по факту, ваше поведение, ваше отношение к делу, которым вы, ну, к примеру, занимаетесь, привело к тому, что начальник, по факту, по факту, стал чувствовать себя очень плохо. То есть вы выставили его несостоятельным. И когда такое происходит, да, то есть когда, грубо говоря, подчиненный, сотрудник, скажем так, перерабатывает, перерабатывает начальников, вот, то начальник, как правило, он такого сотрудника начинает просто, ну, выживать, потому что видит в нем конкурента, видит в нем себе угрозу и так далее. То есть вы показали, вот, своим, ну, своим поведением, да, вы показали несостоятельность своего начальника, по сути дела. И эта несостоятельность начальника, она обернулась против вас. То есть я понимаю, что вы все выполняли профессионально, я понимаю, что вы, там, не переходили на личности, что вы плохого ничего не делали, никто вам не говорит, что вы делали что-то плохое. Да, но, речь идет о том, что начальников всегда нужно хвалить, да, какими бы они ни были. И, как бы, здесь работает принцип амортизации, в любом случае. То есть, как бы, умный начальник, он похвалу воспримет скептически. Вот, что, если он ее воспримет так, типа, что, зачем, ну, зачем, зачем ты меня хвалишь, к примеру. Вот, умный, это умный человек, умный начальник, глупый начальник воспримет похвалу, как, руководство к действию и будет вести себя, собственно, еще, более выраженным. А вот и все, что вы просто, по сути, дискредитировали своего начальника, из-за этого он начал поддерживать, во-первых, активно того, кто также видит вас, конкурента, да, это вот другой коллега, который, который сидит, условно говоря, напротив вас. Вот. Ага. Из-за этого он ведет себя именно так. Вот и все, братцы дискредитировали его, и братцы выставили его в негативном свете, и он на нас обозлился, что-то суть. В социальной психологии это означает, что вы, в некоторой степени, вот, именно психологически, вы взяли на себя роль, в какой-то степени начальника, вот, и стали выше, выше своего начальника. То есть, с вами разговаривал, к примеру, директор, да, а не начальник. И это тоже очень не понравилось вашему начальнику, типа, что вы, к примеру, там, я не знаю, прыгаете, там, через голубы, да, и так далее. Вот. То есть, понятно, что это не так, понятно, что вы, там, через какие голубы не прыгаете, но для начальника это определенная проблема, потому что они уверены в себе, потому что, ну, все люди, они, как бы, вот, они в глубине души знают свою цену, все люди в глубине души понимают, кто они такие, кто они такие, чего они стоят, и, то, что, вот, ваш начальник повел себя так, это говорит о том, что вы, ну, наступили все-таки ему на, какую-то, вот, на больное место наступили, вот, и, собственно, заставили, заставили его нервничать, заставили его переживать, вот. Ну, понятно, что это все было, как бы, непреднамеренно, понятно, что вы это делали не специально, вот, но тем не менее. Начальников нужно хвалить, начальников нужно поддерживать, и, в общем-то, ни в коем случае не идти по головам, там, в обход их куда-то, и так далее. Особенно, если вы увидите, что этот человек, да, он, как бы, неэффективен, потому что неэффективность, она, так или иначе, с тебя проявит, вот, так или иначе. Просто, просто, а, сейчас, вот, на данном, ну, ну, на данный момент, все выглядит так, что вы, как бы, угроза для своего начальника. И, против вас, против вас, а, можно, условно, условно говоря, да, кооперироваться, против вас. Вот. Что-то, против вас можно, там, создавать альянсы, ну, грубо говоря. Вот. Если бы вы, например, своего начальника, там, допустим, хвалили бы, если бы вы его хвалили, вот, и если бы вы не были для него угрозой, то я уверен, что, что со временем он бы просто-напросто вылетел бы, а вы, может, бы заняли его место. Вот. Вот. Ну, конечно, вам это, вам, вам, вам это может казаться, казаться нереальным, вот, я вас понимаю, но, тем не менее, в принципе, амортизация, она работает так. Поэтому, в данном случае, мне видится история именно такая, что начальник увидел вас, увидел вас с соперником. Вот. Это, это, эм, то, что, вот, ну, это то, чего, эм, категорически нельзя допускать. В общениях с, эм, высшестоящими, э, людьми по работе. Вот. То есть, если и вы вносите какие-то предложения, да, то предложения нужно вносить, э, аккуратно, ну, и так далее. Вот. Я не буду сейчас эту тему дальше развивать. Вот. А, на всякий случай, да, вот, просто на будущее, э, я могу вам рекомендовать, что, вот, если вы, вместе, ну, вот, будет работать с кем-то, чтобы вы, все-таки, э, делали вид, по крайней мере, что, начальник, для вас, это, там, путеводная звезда, даже, если это не так. И, э, э, ни с кем, ни с кем, э, вопросы, никакие, э, кроме, э, начальника, не решать. Потому что это чревато, да, для вас, это, вот, чревато, такими, вот, последствиями. А, вот, примерно, так можно ответить на ваш вопрос, на мой взгляд, который вы задаете. Давайте посмотрим, эм, это, значит, дополнение. Ага, в отделе маркетинга была одна я, больше никого не было. Фирма могла подводить лишь одного менеджера в отдел маркетинга. Фирма всего 14 человек. А это, на самом деле, не дает, не дает никакой, никакой информации, да, это дополнительно. Ну, помимо, разве что, только того, что, вот, именно высший отталенцев фирма небольшая, и за счет того, что людей мало, э, э, начальник каждого воспринимает более, более личностно, чем, ну, чем обычный. Э, э, если, если в начале вы производили на него впечатление именно хорошее, то есть, действительно, что, ну, что вы готовы были что-то делать, да, что вы готовы были, э, что, его раскрывать, ну, начальника, как он думал. Вот, что сейчас, э, сейчас для него, э, вы выглядите, э, вот именно так. Это будет для него сейчас именно угроза. К сожалению. Вот. Понимаете. Поэтому, в данном случае, тот, тот факт, э, что, э, что, э, фильм у вас небольшая, она, в данном случае, это лишь, э, э, усугубляет ситуацию. Вот. И, э, создает больше, скажем так, предпосылок для каких-то именно нерабочих отношений. Вот. Ну, я не знаю, может быть, вы, э, э, как-то, вот, не имеете опыта работы с начальством. Это, это, абсолютно без, э, обвинений, это, просто, вот, как бы, мое такое предположение. Вот. И, вы просто не, не представляете, как начальники могут воспринимать какие-то инициативы, особенно, если, э, эти инициативы, да, идут, вот, э, ну, условно говоря, там, не через них, а, как бы, в, в, в обход, в обход, в них идут. Кхм, ничего, ничего здрастного вам. Кхм, 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 а, если, э, вы не знаете, вот, главное, все-таки, делать, ну, сделать выводы, вот, вот, главное, делать выводы того, что произошло, и там, что сейчас происходит, вот, и таких, таких ошибок, таких, больше, извиняем, не повторяют, вот. А, вот это то, что я могу вам сказать. В принципе, добавить мне больше нечего, вот, может быть, есть что-то еще, но мне показалось, э, мне показалось, что это, это одна причина. Вот, есть еще, э, второстепенный момент, что, вот, вы пошли, я водил газором, да, там, потому что коллега, вот, он смеялся, извил, вот, э, значит, э, начал над вами издеваться. Кхм, кхм, вот, э, тут ваше поведение тоже мне показалось довольно-таки, э, э, таким, своеобразным, вот, потому что, э, э, ну, вы могли бы поговорить, опять же, с моим начальником на эту тему, а, во-первых, а не в отдел камайказов эти, а, во-вторых, вы могли бы, э, поговорить с э, самим коллегой об этом, просто вызвать его на разговор и, э, просто с ним побеседовать. Вот, но вы почему-то этого не сделали. То есть тут ваше поведение тоже мог, может быть, раз, ну, могло расцениваться, как, знаете, э, ну, такое, бунтарское, да, э, неподчинение и так далее. Вот, что здесь, опять же, вы не попытались в ситуации сгладить, а начали решать все, как бы, слишком, вот, так, вот, так, своевольно. Вот, при том, что вы видели, да, то, что начальник, он непостоянный, да, он, э, апельсинный, вот, и, как бы, вы, вот, э, видя это, знаю, это, вы, не дали ему возможности почувствовать себя, э, сильным, почувствовать себя, скажем, ну, властным, да, и так далее. Вот, опять же, я вас не обвиняю сейчас, вы не порываете всего плохого, я обвиняю, я, правда, как бы, говорю, как это видео со стороны, вот. То есть, отдел кадров может быть и неплохая идея, отдел кадров может быть и неплохая идея, но, не сразу, ладно, не сразу, а вы это сделаете, ладно. И вот, в купе со всем остальным, это, производит впечатление такое, что вы, вот, ну, не очень умеете общаться, с нашелся. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, лучшим. А, вы знаете, ммм, такой небольшой подскриптом, да, в качестве подскриптом, но мне вот сейчас, когда я отвечал, пришла в голову еще такая высль, что вот, вы пишете, значит, что отношения с владельцем были теплые дружеские, а энергии у вас было море. Это очевидно, что вы дали своему начальнику понять, что от вас можно ожидать, ну, чего-то большего, начальник подумал, что вы можете стать его, к примеру, правой рукой, то есть вы не выставите сразу границы, вы, возможно, через чур увлеклись отношениями, ну, личными отношениями. И мне кажется, что это тоже могло послужить причиной. То есть вот сперва вы расположили его к себе, начальник подумал, что все, она будет делать то, что я скажу, вот у нее море энергии, у нее море энтузиазма, вот, я смогу это использовать. Вот, вы еще, наверное, 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 да, на все соглашались. А потом, когда вы стали демонстрировать его некомпетентность, да, ну, некомпетентность начальника, это стало очень для него неожиданно и неприятно. Вот, то есть это вот, опять же, может быть связано с тем, что вы не расставили свои личные границы сразу, то есть сразу не показали, что вы готовы делать, что вы не готовы делать изначально, вот. Ну, а начальник, он, он нарисовал себе какие-то воздушные замки, да, да, и не был готов, значит, принять реальность такой вот, какая она есть. То есть он не был готов признаться, что вы все-таки, к примеру, можете сказать нет, когда это нужно. Вот. И вы сделали это для него слишком жестко, он почти почувствовал угрозу и решил от вас избавиться. Кх-кх-кх-кх! На этом, в принципе, все. Я желаю вам всего самого доброго. Надеюсь, что вы сделаете вывод. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok